Всем привет! Это Анатолий из магазина Жарпарком. Сегодня есть у нас печка Золушка, про которую многое видели в видео, которое выложено буквально месяца два назад. Ее сегодня демонтировали, просто там ремонтные работы идут. И хочу вам показать, что, в общем-то, с печкой произошло или не произошло за время ее работы. Работает она долго, там не первый год стоит. В общем, сейчас вы увидите все. Значит, вот он дымоход. Давайте посмотрим, как тут что устроено. То есть, видно, да? То есть, это сажевый конденсат. Поэтому, если будете ставить дымоход, обязательно надо ставить сэндвичи, чтобы вот этого дела не было. Вот. Это все зимой намного больше. То есть, вот это вот, вот она, сажевый конденсат. Вот так вот он выглядит. Дымоход, кстати, вполне нормальный. Нигде ничего тут, никаких дырок нету. Давайте посмотрим. Сварной шов. Печка, кстати, хвост и в гриву. По зиме и по осени, по весне эксплуатируется. Просто каждый день топится. Шов целый. Шов целый. Это, кстати, обычная 430 марка дымохода. Миллиметровка. Ну, если кто не знает, как отличить миллиметровку от 0,5 или 0,8 от 0,5, то есть, чтобы вы купили нормальный дымоход, который предназначен именно для печей дровяных, то если взять два пальца и надавить или всей рукой, он не сгибается. А 0,5 сгибается. Все, я вам покажу. Ну, реально, что это так. Вот, по-моему, 0,5. Вот она, прогибается. Посмотрим дальше. Вот это у нас переходник с трубы. Переходник с диаметра 80 на диаметр 115. Вот этот вот отбойный, язык отбойный, он тоже целый, все нормально. Ну, конденсат, сами видите. Вот он, вот она, сажен. Ну, и он тоже целый. Вот он, кстати, сделан из 0,5, он он сгибается. Но шов тут целый, потому что все в трубу убрано. Смотрим блины. Не обращайте внимания, что они ржавые, но они, в общем-то, целые. Вот, стекло, ну, стекло цело, целехонько, все нормально. Так. Тут у нас, ну, видна деформация. Кстати, вот стекло, видно, что закопчено. Ну, снова, взяли, протерли, все работает. Все видно. Везде деформация пошла. Ну, стыки все вполне рабочие. Нигде ничего не лопало. все очень даже здорово. В общем-то, пешка трудяга. Что у нас сзади? Тут никаких прогаров нету, все вообще отлично. Ну, деформация, это деформация. Тут тоже все хорошо. Посмотрим, что тут с колосником, если нужно вынуть. Не вынуть. Ну, видно, что и колосник цел. Ну, вы видите, да? Ну, то есть, все вообще офигенно. Все как надо. Толщина. Видите, печка не толстая. Там, вот, не восьмерка. Это обычная, стандартная толщина для печек длительного горения. В общем-то, вот, я считаю, что за такие деньги печка вполне хорошо справляется и прослужит еще не один год. Так что, если кто сомневается, вот, пожалуйста, живое доказательство. В общем, ребята, ставьте сэндвичи, и все будет у вас хорошо. С вами был Анатолий из магазина Жарпарком, где продается такая печка. Всем пока!